короче клиент заработал как вы все сами видите так ну собственно первую игру мы уже просмотрели сейчас идет вторая игра давайте погрузимся в нее как можно как можно жестче 1-0 тяж ведет и у фоги нету права на ошибку и сейчас фоги которые сверху тяж снизу же не буду особо представлять попытается помешать поставить экспан ставится на этот раз ранний магазинчик у цель как тяжа за грейдился поставил магазин поставил вышку никакой халявы и прессуют фоги у фоги наемники demon hunter и попытается он сейчас короче там creeps keep ну а это мы спер он лак вашей что по-русски можно пожалуйста эмаляция в качестве у demon hunter а как мы видим готов он сжечь сжечь по полной заказано панда да извиняюсь еще одно мини дело надо сделать пока интернет заработал что здесь ставится экспант что у нас сапог у архимага архимага 3 уровень у demon hunter а уровень 2 и ставит экспант ставит экспант ответный эльф ум он приходит пытается помешать здесь дерево большое потом дерево еще больше поэтому вряд ли настолько жестко сможет тяж помешать что совсем прямо отменит экспант тем более что архимаг уже очень-очень битый вызывает последний на последнюю ману и лима в принципе с этим лима можно разобраться футменов здесь не так много панда вроде как тоже отбивается так что у нас тут панде выпадает талисман защиты ставится шахта так все свои другие дела я закончил полностью погружаясь в игру падает барак но это не страшно точнее ничего приятного в этом нету но это действительно не страшно и у хумана заказан тир уже у кума у хумана стоит вторая база добывая достаточно долго у хумана заказан тир у эльфа заказан тир-3 сделано лорница хантера с холл и также ставится экспант ну на самом деле нормально нормально прибегает футменами пытается отменить рудник но естественно этого сделать не получается хуман регенерирует ману с помощью clarity мак подобрал ботинок и убежал вот она в чем дело да не уследил я за этим моментом достаточно важный момент может быть а может быть и и нет ну да если бы демон хантер забрал ботинок но скорее всего хуман же был телепорт он бы сделал тп все равно поэтому такое было бы дк бы что было бы это другой вопрос шреддера пока что нет его здесь не так просто перекупить заказывается great на атаку не будет у нас никаких танков будут видимо спеллбрейкеры great на атаку спеллбрейкером найтам грифоном ну и пока что одни только футмены но делаются производящие издания у эльфа готов экспант более того у него более ранний тэч у него производится дриады great на диспл скорее всего будет сделан дриадом давайте посмотрим за технологиями да уже сделан рядом great на диспл и у эльямов настают тяжелые времена демон хантер продолжает свои эмаляции выжигать футменов очень неплохо минусует элементаря третий уровень имеет хорошо строится рифлы зачем построил рифлов если делает грейды на других юнитов это большой вопрос на архимеак телепортируется со всей своей армии нужно срочно закупаться лечиться использует свиток регенерации доделался great приходит к нему эльф да здесь тем временем доделывается тер 2 у эльфа же уже тер 3 и огромное количество дриад рифлы отстреливают ряд возможно как раз таки против дрядок против нескольких дрядок и были сделаны попытку убить дряду убиваю дряду архимак тем временем телепортирует с помощью персонального става фоги теряет ряд в большом количестве уже две дряды потерял это не очень круто панда все еще не третья с талисманом защиты пока что ну так как у нее пары и дыхание талисман защиты продавать пока что смысла не имеет он работает но тем не менее экспант добывает и делают с первые мишки делаются первые мишки у мишек уже есть great на адептов нужно заказывать срочно great на мастеров нету лимита у фоги уперся в лимит нужно отменить медведя и заказать great на мастеров медведь не строится алло отменить медведя заказать great на мастеров ладно минус рифл приходят три дрядки медведь без формы медведь еще долго будет без формы потому что great на мастеров так и не заказан отменяет правда производящие здания отменяет воркшоп отменяет арканку где делается маут инкинг скорее всего нет паладин делается у эльфа смотрите какие интересные вещи отменить медведя заказать great на мастеров в обратном порядке медведь который не производится а только сожрал ресурсы не дает грейду на мастеров делаться да это лайф это лайф и фоги проигрывает 1-0 и у него грейда на мастеров нету да в итоге он построил ли под лимит 60 и сейчас у него будет 60 лимита негрежных медведей класс строит магазинчик нас и начинает осаждать базу хумана хуман свою очередь делает спеллбрейкеров тер-3 будут мортира с картечью будут спеллбрейкеры делает great на прочность здания ну вот наконец-то медведь построился благо great на мастеров делается быстро есть теперь мастера мастера медведя но в принципе даже без этого ну скажем так мог бы пожёстче надавить хуман но медведь просто сел мог бы пожёстче хуман надавить но сильно точнее эльф надавить на хумана сильно эльф много не проиграл в такой ситуации нормально кастуется риджуф ни в коем случае нельзя подставляться под спеллбрейкеров которые этот риджуф перекастует ну и просто аккуратненько аккуратненько давить хумана шахт на карте больше нету у эльфа шахта поставлена была позже то есть ресурсы у него будут тоже скорее всего закончится позже у него более прокаченные герои более того панда является ну вот против тер-2 шиного лимита да и даже против тер-3 шиного лимита раскачанная панда она всегда в почете все хорошо у фоги все хорошо строится воркшоп но воркшоп сейчас опять отменят отлично да видит все прекрасно фоги своим виспом грамотно повесил его здесь но выпустил хумана с базы хуман находит медведя медведь сейчас убежит спокойненько нужно эльфу каким-то образом сейчас не выпускать хумана и при этом постараться закрепиться ну либо просто пойти крепится и жестко крепится что у нас по лимиту 54 лимита тоже вышел из лимита тяж ну и можно спокойно если ты вышел из лимита если у тебя больше 50 то неважно 50 у тебя или 55 у тебя или 80 важно это только в одном аспекте важно это только в том что твоя армия становится сильнее но обкип не растет в зависимости от того там 50 или 80 лимита только выше 80 поэтому фоги уже почти 80 у него сделан грейд на атаку и он может хумана давить в то время как у хумана 54 у него тоже какой-то грейд на атаку есть для спеллбрекера но у него один спеллбрекер только конечно очень хочется фоги уйти отсюда и закрепиться но проблема в том что если он уйдет отсюда хуман тоже уйдет отсюда и в ситуации когда эльф сейчас имеет явное преимущество ситуация может выровняться ни в коем случае не нужно отпускать но давить тоже нужно с умом да вот хуман сразу же начинает выбегать с базы пытаться отменить магазин потихоньку подстраиваются сорки огромный лимит футменов смотрите у него 10 лимита футов футы абсолютно бесполезны уже на такой стадии они слишком слишком слабы даже не 10 12 лимит футов эльф наламывается на магазинчик у эльфа должны делаться следующие грейды в хантерс холли и строят гнезда химер да отлично отлично фоги как раз таки если уж переходить в наступление то переходить в наступление ультимативно находит архимага который зачем-то выбрался с базы архимаг делает персональный став теряет очень много здоровья но выживает пошли гнезда химер что с атакой где хантерс холл хантерс холл же где-то здесь вот он делает great на атаку заходят медведи медведи тупят ну должен быть став в любом случае достав есть поэтому битых мишек можно ставить спокойно вешаются отлично фэри драгона не может хуман кастовать очень жестко штрафуются все медведи дерутся с футменами медведи естественно должны побеждать поэтому футмены просто пытаются отступить пытается наказать сорочку сорочка получает хил первый паладин 100 хп ставит магазинчик на базе тем временем воркшопа все еще нет нет вот доделался воркшоп делается great на картечь для мортир для того чтобы разбираться с дриадами но дриадки то всего 4 основная масса медведей и картечь и мортиры против медведей они не так хорошо помогут медведи наламываются на здание тем временем построились гнезда химер 80 лимита и сейчас нужно скопиться к выходу из 100 в 100 лимита либо же разменяться и достроить химер прежде всего нужны грейды нужно great на защиту на атаку нужно great на атаку зданий химером чтобы они смогли издалека осаждать хуману все правильно делает фоги никаких отступлений никаких шансов хуману давать нельзя только вот такая беготня между нычками и подрезание юнитов которые сыграли неаккуратно вышли слишком далеко сделал great на защиту деревьям теперь взорвать подрывниками каким-то образом или просто разменяться будет достаточно тяжело ну что деревья прочные наваливается на экспант экспант пытаются отремонтировать подходит хуман провоцирует драку фоги у фоги все еще 80 лимита хуман до 80 лимита никак не доберется хотя потихонечку добирается но фоги копит золото хорошее дыхание от панды падает первый футмен панда получает третий уровень что очень важно inner fire пошел от 300 inner fire на футменов футмены получает плюс 5 брони плюс 2 атаки ставится пауза в шаге от победы фоги в шаге в шаге владимир в шаге от победы флага выход на земное футмен хрует в шаге от него отжигает паузу от битвец и в шаге от победы флага в коры архе подобные флага на жаре Да, интересно, что там было в первой игре. Обязательно ее посмотрим, если успеют ее залить. Отдельное спасибо Николаю, который пытался помочь нашей трансляции с помощью скайпа и вообще всех доступных методов. Но, слава богу, не понадобилось. Слава богу, не понадобилось. Стоит пауза, что-то там выясняют. Можно попробовать открыть PandaTV, посмотреть. Ну, как видите, даже в Warcraft есть свои проблемы. Надо, и к сожалению, там сейчас только что был такой момент забавный, который не попал. Фоги прям такой выдыхал. Так, снимает, куда-то уходит. Что это? Это игра типа закончилась, да? Понятно. Ну, ладно, давайте посмотрим. Такой суперспойлер сейчас. Ну, Фоги здесь должен побеждать в любом случае. Да, пошли первые химерки. Скорее всего, сделан грейд на... Да, ребят, только вы-то в чат не пишите. Ну, это уже совсем свинство. Я-то хотел вам показать просто, что происходит, а вы мне спойлерите. Зачем? Медведей выводит из формы, отхиливает. Обратно в форму. Ну, всех не обязательно было превращать. Пошли химера. Почему-то не стал делать дыхание. Ну, объяснить-мо, я могу только следующим способом. Дело в том, что химеры с дыханием, они стреляют дальше, чем вышки, но у них осадный урон. В то время, как у химер без дыхания урон магический, и вышка разлетается гораздо быстрее. Да, гудгеймплеер не работает, потому что я не могу стримить на гудгейм. Вот, мне мое начальство передало. То есть, увы. Только твич. Да, вот смотрите, что делается. Вот почему он не делал грейды. Чтобы вот так вот штрафовать. Тем временем, Хуман берет нагу. Но нага это вообще какая-то дичь. Потому что она не прокаченная. Да и уже поздно для наги в такой ситуации. Грейды 2-2. Ставится Хиленвард. Падает шахта. Пытается хоть чем-то помочь сейчас Хуман. Сбивает Хиленвард. Перекастовывает рык. Но кастеры разлетаются от химер. Делаются еще и иллюзии. Теперь вообще непонятно где что. Просто огромная толпа химер. Хуман в ужасе. Хуман бежит. Кастеры разваливаются от ферри драгонов и химер. Спалбрекеры разваливаются от медведей. Ой-ой-ой. Ой, какое все красное. Просто химеры сплэшем уничтожают. Боже мой. Какая боль. Минус все. ГГ. Не знаю в чем там был смысл этой паузы. Но Фоги побеждает в итоге и сравнивает счет. 1-1. Я очень надеюсь, что запись игры появится достаточно быстро. Вот. И мы сможем посмотреть первую игру, как бы все здесь не закончилось. И мы сможем посмотреть первую игру. Ну, Фоги хорошо сыграл. Фоги поставил свой экспанд в ответ на экспанд Хумана. Поставить экспанд недостаточно, чтобы получить преимущество. После того, как ты ставишь экспанд, ты должен понимать, что если соперник поставит экспанд на карте с двумя экспандами, то у тебя не будет больше преимущества и ты наоборот будешь минусить. Потому что у него, как правило, если ставится ответ на экспанд, это зачастую означает, что лучший тэч. Быстрее тэч. Что и получилось в этой ситуации. Последней картой будет Тиренас. Тиренас. А Тиренас это... Это хуманская карта. У меня лагает стрим. Остальные стримы не лагают? У меня не лагает стрим, товарищ. Это у тебя лагает мой стрим? У меня все отлично. И тебе сейчас в чате напишут, что ничего не лагает. У многих. Ну, либо мне напишут, что действительно лагает. Тиренас. Ждем, когда появится Тиренас. Где-то еще пару минут. Такое бывает. Попробуй обновить страницу. Может быть, тебя перекинет на другой сервер твича. Как-то так. И... Все будет хорошо. Вот. Стоит ли начинать играться в Старкрафт 2? Не знаю. Смотря какие цели у тебя... Какие у тебя цели? Если профессионально, то нет. Даже если ты будешь всех рвать, все равно твоя... Сомнительно твое будущее. А если уж ты будешь середнячком, так вообще... Скоро-скоро у нас должна уже появиться игра. Вот-вот-вот-вот-вот прямо сейчас. Пока что можем довольствоваться... Довольствоваться рестримом. Блин, опять не открывается на полную. Ну ладно, не буду уже ничего обновлять. Собственно, Теренас. Эльф сверху. Хорошо закрепился. По скрипту выбил Lighting Shield из Архимага. После чего точка падает моментально. И Фоги... Ну вот как говорили вчера, у Фоги, когда все не очень хорошо, он играет через Варден зачастую. Да, появилась игра, поэтому я запускаю ее. Сейчас мы еще раз посмотрим то же самое, но на этот раз без лагов. И Ноша. Я тебя забаню, честное слово. Кому интересно, он сможет открыть Панда ТВ и посмотреть сам. Собственно, карта Теренас. Сверху Фоги, снизу тяж, счет 1-1. Игра за минимум топ-3. Да, в Доте бы у нас все долго шло. В этом ты прав. Я вчера уже об этом рассуждал. Ну, собственно, что мы знаем? Мы увидели в последний момент... В последний момент мы увидели Варден. А что у Хумана? А Хумана Архимаг. На этой карте, в принципе, иногда играют Маунтан Кинга. Иногда. Потому что... Ну, есть сильные точки, достаточно много их, чтобы Маунтан Кинга раскачать. Ну, ждем. Фоги фактически сейчас может на новый уровень воздвигнуть Варкрафт в СНГ. И опять сделать его великим. Очередной украинский эльф, как в свое время Ход. Вот, подбегает, собственно... Для того, чтобы Лайтинг Шилд был кинут, нужно подбежать к Бараку и Виспорчой. Тогда Архимаг кидает. Ни в коем случае нельзя Лайтинг Шилдом добивать крипов, потому что... В таком случае ХПА не уйдет тебе, так как Лайтинг Шилд скастован Архимагом. Но, как видите, все крепится очень и очень и очень быстро. Выпадает Кольцо Защиты плюс 2. Не самое лучшее. Хотя, может быть, это Сирклетка плюс 2. Нет, это Кольцо Защиты плюс 2. Выбивает еще и Плащ Теней. Но иногда Плащ Теней бывает неплохим артефактом, но не в данной ситуации. В данной ситуации это, конечно, полный дрожак, потому что у Вардена так есть способность прятаться в темноте, так как она является женщиной-темным эльфом. Мужчины прятаться не могут у темных эльфов, а вот женщины могут. Архимагу тоже выпадает колечко. Пока что Варден взяла себе ядовитый клинок для того, чтобы Архимагу тыкать в спину. Ну и ищет, ищет, ищет. Выкупает наемников. Выкупает же наемников, да. Как-то немножко с запозданием, при этом еще чуть не лишается Веспа здесь. Как-то раздал ему. Так, ну и поехали. Начинает фоксить футмена. Тролль отдиспеливает элементаля для того, чтобы не было элема и Варден получил опыт. Но Тяж идет ставить экспант. Повторяется сценарий первой сегодняшней игры. Человек Тяж натеря на стенд, когда Тяж поставил экспант, и эльф ничего не смог с этим поделать. Но, по-моему, у эльфа там... У него Варден была или Демон? Я вот не помню. Возможно, тоже была Варден. Минусует рабочего. Нет, там был Демон. Там был Демон, он сжег с эмаляцией. Варден поинтереснее. Варден поинтереснее. Кидает клинок футмена. Футмен страдает. Ну, опять же, интереснее или неинтереснее, все зависит, конечно, от исполнения. Ну, вот как бы, мое мнение. Недостроенная ферма, рабочий, халтурит. Просто печка. Давай, строй ферму. Тяж тоже недоконтраливает. Это хороший знак для Фоги, то есть... А посмотрите, что делает Фоги. Фоги сразу же отвечает. Он не ждет, когда Хуман воткнет свой экспант. Смотрите, Хуман ставит вышку. Хуман готовится обороняться. Хуман готовится защищаться. А Фоги уже выращивает дерево. И даже если Хуман прямо сейчас начнет строить экспант, он у него будет не намного-то и быстрее. Забивает своего же рабочего кирками. Нужно сюда привезти еще рабочих. Да, у Фоги есть возможность вкачать блинк. Но, по-моему, нету мана. Там же 50 стоит блинк, насколько я помню. На первом уровне. С большим кулдауном. Да, у эльфа уже готов экспант. Осталось только зачистить шахту и прикопать его. Шахта слабая, как вы видели. То есть, там одно дерево, в принципе, справится. Ну, с небольшой поддержкой там. Тем временем эльф вырубает ферму. Ну, почему ему так ферма не угодила? Не знаю, достроил все-таки ее рабочий. Видимо, этим и не угодило. Отдиспеливает свеженького элема. Хуман остается без элема. Более того, это был третий элем. Тролль, конечно, потратил ману. Но троллю ману нужна не для хила Вардена здесь в основном, а именно для диспела элементалей. Минусует еще одного футмена. Варден почти третий. Если закрипит шахту, будет третий уровень у нее. Возможно, хочет забрать эту ферму для того, чтобы Хуман не знал, что эльф пошел направо и пошел ставить шахту. Но должен что-то, о чем-то догадываться. Посмотрите. Сейчас дабл-криппинг будет в исполнении Фоги, скорее всего. Он будет крепить магазин с Варденкой и армией. А нычку будет защищать вот этот вот парень. Блин, disconnected from server. Я надеюсь, у нас игра... Не зависнет. Либо мы хотя бы успеем посмотреть большую часть. Опять у меня интернет падает. Че, стрим упал, что ли? Войска вступили в бой. Да нет, вроде работает стрим. Видимо, был небольшой лаг. В общем, пока лагало, расскажу, что было. Эльф зачистил шахту с помощью шредера, сделав Варден персональный телепорт. У него уже ставится экспант. У Хумана он только поставился, но разница небольшая. Более того, Хуман, скорее всего, не успеет сильно задержать этот экспант. Прикапывает, производит виспов. Есть лесоруб, который обеспечит золотом. Ставятся две лорницы. Доделан тир. Преимущество эльфа сейчас в том, что у него чуть-чуть позже экспант, но у него значительно быстрее будет тир. В то время, как у Хумана только-только сейчас будет заказываться тир, и он попытается эльфу что-то сделать с экспантом, смотрите, что делает эльф. Он просто вырезает футменов. У него четвертый Варден. У него тир-2 уже готов. Штрафует Элемов. Шахта почти прикопалась. Падает периодически. Ничего не могу сделать, ребят. У меня сейчас вообще может... Может игра накрыться в клиенте. Что вроде как было написано, что дисконнект. Но пока работает. Архимаг получает третий даггер. Сажают его в дирижабль. И игра падает. Ну что ж, что-то будет происходить. Да не, я знал, что оно упадет, потому что у меня был дисконнект с сервера. Новогоднее настроение, да. Счастья, здоровья. Ну, в принципе, уже не имеет значения. Да, будем смотреть записи. Будем смотреть записи, потому что игра уже закончилась. Просьба, короче, не спойлерить. Сейчас попробуем подождать записи. Вот, и записи посмотрим. За спойлер, за баню нахрен вообще. До конца следующего года. Сейчас найдем корейца, которого мы смотрим обычно. Будем ждать, когда он зальет. Чек ТЯЖ у него только залилось. Да, то есть тут еще, блин, может быть и достаточно долго. А, нет, это стоп-телоканал. Канал. ВФЗ ФОГИ, ВФЗ ФОГИ, ЧЕК ТЯЖ. Да, короче, ждать нам нормально, потому что только 10 минут назад у него залилось ВФЗ ФОГИ. Попробуем сейчас Twitch Back to Warcraft. Может быть там у них уже. Что-то готово. Да, ну сервер можно отрубать, в принципе. Может быть первый раз удастся смотреть. Да, давайте здесь вот первая игра есть. Давайте пока начнем с первой игры. Короче, такая у нас будет супер кривая трансляция. Задан наперед. ФОГИ ТЯЖ первая игра. Извиняюсь за вот эту вот хрень, которая тут летает. Это клиент, который пытается зачем-то реконектнуться. Итак, первая игра, которую мы пропустили, она была достаточно, ну относительно продолжительная. Такая средненькая, не слишком быстрая, не слишком долгая. Вот, ну и всем понятно, как она закончилась. Но мы не будем называть результат, чтобы не гневить судьбу. В принципе, как закончилась третья игра, ну тоже весьма понятно, я думаю, для тех, кто смотрел. И для тех, кто понимает. Она там быстро могла только в одну сторону закончиться. Либо была какая-то ошибка. Ладно, давайте смотреть. Хуман начинает сразу же крипить экспанд. Прямо с места в карьер. То есть, даже не пытается получить какой-нибудь второй уровень. ФОГИ сейчас может задиспелить Элема. Да, диспелит Элема. Но это не сильно мешает Хуману закрипиться. Скорее, это дополнительный экспириенс для ФОГИ. Ну а ФОГИ, в свою очередь, он не спешит с каким-либо экспандом. Он спешит с криппингом. Он очень хочет закрипить эту точку. Получить раскачанного Демон Хантера. Добивает бараком, по-моему, маленького Голема. Что крайне неприятно. Забирает флейту меткости. Выпали ему когти. Флейта меткости. Не зачищая точку до конца. Здесь два тролля-охотника. Посмотрите, какую медвежью услугу оказали. В итоге очень битая Арча. Архимек получает второй левел. Добивает Арчу. Добивают тролля. Тролль успевает от диспелля Телема. Почти третий уровень у Демон Хантера. Нет, наполовину третий уровень у Демон Хантера. Вернее, будет сказать. Но, конечно, тролли-охотники просто подставу замутили. Ставит эль в барак прямо на экспанде у Хумана. Ну, честно говоря, как-то Фоги в этой игре выглядит не так уверенно, как вот... Ну, как минимум во второй или в третий. Потому что в третий, конечно, он сразу же воткнул экспант и прочитал абсолютную ситуацию. Телепортируется на недостроенный барак. Барак, скорее всего, отменят. Но Демон Хантер вряд ли сможет помешать экспанду. Ну, и сейчас либо пытаться продавить этот экспант. Но нет, не пытаться продавить этот экспант. До сих пор Тир-1. А это значит, что будет ставить свой экспант. Нет, все-таки делать тэч поздно, конечно. Ну, раньше, чем у Хумана в любом случае. Но поздновато. Если бы сразу делал тэч, был бы уже... Было бы все значительно лучше, скажем так. Забегает Демон Хантер врабов. К сожалению, здесь мы не видим, что он прокачал. Но очевидно, что эмаляции нет. Иначе бы уже вкачал. Достраивается магическая вышка. В общем, Демон Хантер ничего не может сделать. Он толком ничего не харасит. Вроде как отвлекает Хумана. Но Хуман и сам особо сейчас такой армии не пошел бы куда-либо крепиться. Эльф докрепливает вот этот лагерь наемников. Хуман ставит кузницу здесь, для того, чтобы сложнее было эльф пройти. Ставит магазинчик на базе. И очень скоро закажет Тир-2. Очень скоро. У эльфа все еще нет экспанда. Ну вот видите как, в отличие от третьей игры, здесь у эльфа поздний Тир-2 и до сих пор нет экспанда. А в третьей игре у эльфа был уже и экспанд построенный, и Тир-2 доделывался. Насколько сильно опережал в третьей игре Фоги Тиаша относительно первой игры. Но в первой игре видно, что не совсем он понял, что вообще делать. И как-то растерялся что ли, может быть. Перенервничал. Заказывает Хантер Схолл. Хантер Схолл, кстати говоря, заказывает по-моему поздно. И не по таймингу. Демон просто наполучал, очень больно Тархимага наполучал. Добивают и Лема Арчи с Престом. Не может заказать Лорницы, потому что не доделался Хантер Схолл. Тоже еще немножко потерял, а это важно, потому что вроде как... Ну да, вот. Ну чуть-чуть на самом деле, не сильно, не сильно. Плеера ГГ нет. Плеера ГГ не будет. Мне запретили на него стримить. Увы. Я очень хотел бы, но... Нельзя. Зачистил точку вместе с Пандой. Панда первая. К сожалению, не знаю, делается ли у Хумана Тэч. Ну, у Эльфа... У Эльфа раскачанный герой, Тэч раньше, да. У Хумана делается ненамного позже, чем у Эльфа. Учитывая, что у Хумана стоит вторая база, у Эльфа есть очень маленькое тайминговое окошечко. Вот, да, заказывает лорницы, заказывает веспов. Вот, чтобы технологически продавить, есть действительно маленькое окошечко. Делает древо ветров. Может быть, хочет какой-то построить гипсу против дирижабля. Либо же против кастеров будет делать фейериков. Понимая, что кастеры вот-вот уже выйдут. И с одной лорницы штамповать дриад. Впоследствии медведей. Может быть, добавить вторую чуть позже. Но пока что... Пока что как-то так. Строят экспант. Вот, наконец-то. Конечно, экспант тоже очень-очень поздний. Очень-очень поздний экспант. Очень-очень. Невероятно поздний. Выжигает моноберном ману. Ну, экспант сейчас будет перекапываться. Вряд ли хуман ему помешает. Уже слишком поздняя стадия игры. Тут эльф слишком силен. С одной стороны. Но, с другой стороны, ему это и не так сильно надо. Эльф забирает артефакт. Это глаза. Получает немного урона на демонхантере. Кстати говоря, не очень круто, потому что все-таки колодцы... Начинаю отпустить потихоньку. Я не знаю, зачем вот на худе, который сделали замечательные комментаторы с этого канала, зачем они закрыли часики. И ни черта не понятно, когда наступает день, когда ночь. Не видно вот этих вот шариков маленьких. Хуман начинает постановку зданий массово. Эльф, по идее, должен прийти попытаться отменить эти здания. Но у меня есть ощущение, что он не успеет. Потому что хуман навяжет ему битву. И не пропустит к себе на базу. Так просто вызывает элема. Да, две арканки и воркшоп. Причем строит пауэрпилдом. Понимая, что если сейчас он быстро все это доделает, то будет у него все хорошо. Потому что у эльфа еще... У эльфа толком ни технологии нету, ни базы нету. Вот только сейчас перекапывается база, и технологии тоже только-только вот доделаются. То есть суммарно хуман пока что позади, но его темпы роста, они значительно быстрее. Он окажется скоро очень сильно впереди. Выпадает большой бутылек инвула. Закупил два свитка против панды уже. Хотя панды первые, но свитки лишними не будут. Пошло первое дыхание. Можно читать свиток уже. Все битое, красное. Делает тп. Должен отдать футмена. Нет, футмен выживает. И спокойно на тп. Сохранив свиток, сейчас зарегенится маленьким свитком. А тем временем пошли кастеры первые и мортиры. Экспанд все еще не работает. Насколько позже у эльфа экспанд? Не знаю, минут на 10, наверное. Не на 10, может быть. Но по варкрафтерским меркам это колоссальное время. Демонхандер теряет всю ману. Начинается битва с пандой. Все еще дерется в основном футменами, которых можно давным-давно было отдать. И это было бы не так страшно. Панда делает персональный став. Панда улетает. Колодцы пустые. И начинает добываться золото. 5300 в шахте. Посмотрите. 5000 на 10000. То есть, фактически, больше, чем на 4,5 минуты работает экспанд раньше. То есть, на 4500, может даже чуть больше, добыл золото Хуман. Представляешь, что такое 4500 золота? Вот просто вот так вот. Учитывая, что эльф особо ничего не нахарасил. Ну, где-то потратился Хуман больше чуть на здание за счет пауэрбилда. За счет пауэрбилда экспанда чуть дороже было. Но все равно 3000 золота. Если перевести это в артефакты и в лимит, это где-то двадцатка лимита с хорошими артефактами. Фоги играет за эльфа. Это первая игра. Это уже повтор. Вторую игру мы посмотрим, скорее всего, начало. И будем ждать, когда сможем посмотреть концовку третьей игры. А, еще и Book of Dead у нас у Хумана. То есть, если хорошо успеет засплитить. Если не будут быстро выведены виспы, то может это очень сильно аукнуться. Делает телепорт эльф. Но мне кажется, это конец игры. Все, это конец. Да, у эльфа ничего нет. А Хуман пришел уже готовый драться. Вот к чему приводит слишком поздний экспанд. И у Хумана есть мортиры, что самое приятное. То есть, помимо кастеров, спеллбрекеров, футов, у него есть мортиры. У него еще, посмотрите, что это такое. У него просто 20 рабочих прибегает сюда. Еле живой эльф. Захиливается. Анти-мэджик поушн. Покупает панда. По шахте продолжают стрелять. Вернее, даже по дереву продолжают стрелять мортиры. И дерево вот-вот упадет. Все, все битое. Все нереально битое. И все лечится буквально одним свитком. Красивый момент, на самом деле. Давайте еще раз посмотрим его. Вот, смотрите. Все битое. Все красное. Все еле живое. Ну, не все, но много-много юнитов. И дыхание. Все становится оранжевое. Свиток и все зеленое. ГГ. Да. Честно говоря, после первой игры я бы засомневался, что у Фоги есть какие-то шансы. Вообще хорошо, что мы эту игру не видели. Смотрим начало на Теренасе. Нет, это уж совсем начало. Такое извращение мы смотреть не будем. Можно еще даже перемотать немного. В принципе, до момента с шахтой мы досмотрим. Блин, такой вот даже выкладывать не хочется. Все задом наперед. Первую и начало второй посмотрели в записи. Вторую концовку и начало третьей посмотрели в лайве. И концовку третьей в записи. Офигенно. Так, ну, собственно, мы здесь вот практически в этот момент уже врывались. Нет, чуть позже. Чуть позже, когда Хумен зачистил экспант и поставил там все, что хотел. То есть буквально пять минут еще до того момента, который мы видели. 242 человека пришло посмотреть. Всем огромный привет. Как вы вовремя пришли, как раз когда у нас игры закончились. Да, все через жопу, как у Майла. Все привыкли. Так, извиняюсь, мне звонят. Вот из плюсов. Из плюсов. Да. Не отвлекаю? Нет, нет, нормально. И мамке еще ничего не хочу? Нет. Надо знать, что знаете. Ну, можно. Мы вместе пойдем смотреть или мне относится? Ну, я скорее всего закончу к этому моменту. Хорошо, давай тогда. Давай. Бля, я не выключил микрофон. Пизда. Все, отъебитесь. И так, день не задался. Могли сделать вид, что ничего не слышали. Или сами оффнуть звук. Ну что, Хумен готовится чистить шахту. Чистить шахту. Шахта вроде сильная, но такая вот поздняя зачистка с огромным количеством всего. На этот раз Демон Хантер с эмаляцией. И Демон Хантер пытается помешать. Ну вот, просто давайте... Давайте попробуем почувствовать разницу, да? В этот раз у Хумена еще не стоит экспанда. А у Эльфа уже должен быть, ну, плюс-минус заказан тэч, насколько я понимаю. Демон, конечно, битый здесь. Но он выигрывает максимум времени. Нажигает максимум урона. Еще при этом отступает на лохи. Так, посмотрите, какой фоги. Ну и последний выстрел решает не рисковать. Хотя Архимаг его не добивал. Я практически уверен в этом. Готовится выкупать наемников. Отхиливает своего Демон Хантера. Заказывает экспант. Выкупает наемников. Хумен ставит магазинчик. Хумен ставит вышку. Или он заказал только дерево. Нет, он поставил экспант. Вот смотрите, уже разница. Уже делается тэч. Помните в прошлой игре тэч был заказан поздно, экспант еще позже. В этой игре у Хумена еще не тэча, который будет здесь очень поздно, не экспанда. А у фоги уже заказан экспант. Риски есть. Могут прийти и отменить. Но Хумен занят. Хумен занят. Он смотрит за тем, чтобы магазин построился. Да, эльф опять приходит. Типа мешает. Пытается помешать. Он просто пытается помешать поставить экспант. Типа мансует своим демонам. У Хумена все еще не заказан тэч. И вот только-только сейчас Хумен будет ставить экспант. Смотрите, а тут уже доделался фактически тэч. Ставится Хантерс Холл. Тоже, по-моему, немножко с опозданием. Но возможно и нет. В любом случае достаточно хорошо, чтобы сильно не опоздать. Или не опоздать вообще. Финал будет завтра. Финал будет завтра. Отрезает Фудмена. Спасает своих наемников. Вгрызается в Архимага. Тем временем. Причем Фоги не просто поставил экспант. А он туда привел еще дерево. Впоследствии, я так спойлерну немного. Впоследствии мы видели, как дерево упало. Упало дерево. Оно не выдержало того урона, который по нему нанесли монстры. Ну, оно было очень бидом. И потом его все-таки смогли добить. Но это было древо войны. А экспант остался целехонький. То есть, вот это дерево помогло более сейфово закрепиться. Вот у Хумана только-только начинает добывать база. У эльфа же доделался тэч. У эльфа заказаны лорницы. Хуман вообще ничему помешать не может. И единственный шанс сейчас Хумана как следует помешать поставить экспант. Но вот уже видно, что ничего не получится. Потому что у Хумана нету достаточно армии. Он телепортируется, конечно, Архимагом. Но и вот здесь будет момент, на который я не обращу внимания. Когда Архимаг заберет ботинки. И только за счет этого выживет. И сможет продолжать игру. Пошла просветка. Забили Арчуну. Потерял Элема. Потерял Футмена. Вот Архимаг очень битый. На. Нет, нет, нет. Не соврали. Не соврали. Меня смутили. А я повелся. Я вот слишком доверчивый. Талисман защиты забрала панду. Архимага и так были сапоги. Вот так вот. Вот так вот меня развели как девочку на выпускном. Вместо того, чтобы верить в то, что я красавчик и ничего не пропустил. Я повелся. И все. Моя репутация подпорчена. Ну и собственно дальше мы так смотреть. Дальше мы так смотреть не будем. Найс вводы на ютубчике. В смысле? Что такое спайк? Да, здесь дальше что произошло? Дальше у нас Эльф за счет того, что раньше вышел. Он там еще, помните, тупил, долго не заказывал грейд на медведей и мастеров. И даже при этом у него был настолько быстрый тетч, что все равно медведи были достаточно рано. И он просто не выпустил с Хумана с базы. Дождался прилета Химер. Хуман просто вот в момент, когда у Эльфа было 80 лимит, а Хуман только начинал выходить из своего лимита. У него там было 55, там 57. И он догонял. К моменту вылета Химер у Хумана только-только было 80 лимита. Но у Ахимера это такие технологии, с которыми ты уже не можешь ничего сделать. Ну и собственно говоря, вот он, вот он момент. Момент триумфа. Два каких-то зализанных парня. Капа Прайд. Дайте еще мотну немного. Вот момент триумфа, где-то тут будет. Прилетают Химеры, казнят моментально вышки. Очень быстро. Зачем-то Хуман берет Нагу, которая супер слабая в такой ситуации. И все, и вот они полетели Химеры в огромном количестве. Штрафовать армию. Здесь все лопается. И Хуман пишет ГГ. Фогги в интервью поблагодарил Хавка, который говорил, что очень важно отменить эти два здания на компактных картах. Ну, спасибо, Повлек. Ну вот, видите, Хавк красавчик. Да, и красавчик Фогги, что внял этому совету. Вот. Ну и собственно третья карта. Третья карта. Это мы все видели с вами. Так, а вот это мы уже, по-моему, не видели. Или видели. Нет, это мы не видели. И вот просто давайте посмотрим на тайминги вот в этом моменте. То есть в первой игре у него был экспант очень поздний. Во второй игре у него был экспант практически, ну, чуть позже, чем у Хумана, но ранний тэч. А в третьей игре у него уже здесь заказан тэч и экспант сверху, а Хуман только начинает крепиться. И честно говоря, вот как Фогги успел все это сделать, не совсем понятно. Мне кажется, Хуман немножко перестраховался. Ему нужно было, с одной стороны, вроде как нужно было меньше сил тратить на защиту, но с другой стороны, помимо того, что Фогги заказывает и экспант, и тэч, он еще и по голове здесь Хумана настучал. То есть меньше сил вкладывать в защиту тоже было не очень круто. В смысле, не видели? Мы все видели это. Мы все видели. Собственно, вот, смотрите, ставится вышка. У эльфа в этот момент, по-моему, доделывается тэч. Да, уже заказан, не доделывается, но заказан уже. У Хумана, естественно, в помине еще ничего нету, потому что он закажет свой тэч только после постановки экспанда. Ну, грамотно рассчитал экономически все свои ресурсы. И вот момент, на котором как раз там у меня залагало, плюс я там что-то переключился туда-сюда. Там Фонг долго не заказывал, ресурсов хватило на ранний экс. Долго Хантерс Холл не заказывал. А, понятно. Ну, а зачем ему Хантерс Холл заказывать до того, как Тир-2 доделывается? Ну, как бы, вот сейчас ему нужно заказывать Хантерс Холл. Вот в этот момент. Раньше ему не нужно заказывать. Выкупает наемников. Все хорошо делает. Достраивается экспант уже. То есть в прошлой игре экспант достроился чуть позже, чем достроился экспант у Хумана. А в этой игре экспант уже доделался. И вопрос только в том, чтобы его перевести и перекопать. Отдиспеливает Элема троллем. Убивает Элема. Хуман пытается похарасить. Но великолепное действие. Выкупил тролля, диспелил Элема. Еще он говорил, что когда играл против инфи и сделал тинкера против футменов, то инфи ливнул и сказал в фиге играть нормально. Да, это типичные китайцы. Мы верим в свои какие-то правила. А если нас начинают обыгрывать по-другому, то мы говорим, что нет, ты негодяй. Только в паблике это работает. А когда на соревнованиях ты так вот проигрываешь, то вот ты уже не можешь ничего говорить, и китайцы выглядят поэтому крайне потерянными в эти моменты. Как Скай в 2008. Не инфи, а юмико. Ну, не суть. Не то, чтобы все китайцы были одинаковые, но они очень высокомерные. Многие из них. И вот, смотрите, он чистит магазин, получает третий уровень. У него есть персоналка, уже заказано древо ветров, моментальный телепорт на дерево. Да, тут два тролля уже. У троллей там все в порядке с маной, потому что они лечились в колодцах. Попадает, конечно, говно, но не суть. И вот, у Хумана только там начинает добывать экспант, а у эльфа уже готов тир, и дерево вообще идет куда-то в другое место. Ну, нет, все, перекапывает. Тут же, не персоналка, тут же встречает Хумана, который может попытаться сейчас отменить эльфу шахту. Хуман, в свою очередь, телепортируется на Хантерс Холл. На футмена, который рядом с Хантерс Холлом. Но Варден сильно не отстает, она тоже телепортируется на Хантерс Холл. Вгрызается в коня. Коню срочно нужна помощь. Он вынужден тратить телепорт. Здесь продолжается битва футменов. Футмены не бойцы против вот такой вот армии и Шредера. То есть пять футменов здесь развалятся. Поздновато заказываются лорницы. Но поздновато относительно Теча на Т2. А относительно Хумана, у которого Т2 даже нету, его только-только начала добывать шахта. Совсем недавно. И у эльфа тоже она уже скоро начнет добывать. Делает Гиппоса против Дирижабля. Потому что без Дирижабля играть против Вардена очень тяжело. Вот он, собственно говоря. То есть Фоге в третьей игре на шаг впереди Тиаша везде. И в технологиях. В технологиях он на четыре шага впереди. В Экспанде он на полшага позади. Но в действиях, в принятых решениях он опять же впереди и значительно. Варден еще и с кольцами, чтобы ее тяжелее было руками харасить. Не продает. Уже почти-почти-почти прикопал из шахта. Ну да, конечно Хуман побольше там добыл. Но не будем забывать, что Экспанд эльфийский очень дешевый. И Хуман строил свой Экспанд пауэрбилдом. Соответственно он чуть дольше окупался. Уже готов Гиппос. Гиппос летит. Огромное количество футменов. Архимаг. Архимаг умирает. Умирает в дирижабле прямо. Да. Так что дирижабль можно особо не спасать. Но уже печальная ситуация. Выкупает Архимага. Только-только-только заказался тир. А Фоги уже может там выходить в тир 3 в какой-нибудь. Если нужно будет. Да, так и есть. У Фоги даже уже заказан тир 3. То есть у Хумана только заказался тир 2, а у Фоги уже тир 3. И вот он тот самый Тинкер против большого количества футменов. Напомню, робогоблины, милишный урон и сплэш при взрыве. При смерти. Так что с Тинкером будет тут крайне тяжело. И осаду Тинкера отбивать тяжко. По зданиям также огромный урон наносится. Факта ломается магическими вышками так себе. Хоть она вроде как... Вроде как Факта считается... Ну, это призванное здание. Оно там какое-то время работает и падает. Но оно не считается призванным зданием. Оно не диспелится. И оно считается просто такой постройкой кратковременной. Приходит на экспант. Ну и в этот момент тяж думает. У меня архимаг менее прокачанный. У меня архимаг, которого я выкупал. Я по экономике ничего не выигрываю. По технологиям я в полной заднице. И мне сейчас еще и сломают экспант. И я еще буду экономически проигрывать. Варден не зажать. Варден уже бежит за архимагом. Падает магическая вышка. Ее тут ремонтируют всеми рабами. Но все, магической вышки нет. Правда, потеряет двух троллей престов. Что неприятно. Выкупает новый дирижабль. По-моему, прошлый дирижабль съел гиппогриф. Это тоже золото. Ставится еще одна факта. Робогоблины дерутся против... Бесплатные робогоблины дерутся против футменов. Просто уже Варден стоит. Не знаю, чем заняться. Футмены пытаются снести факту. Сносят факту. А здесь уже штампуются дрядки. И медведи... Грейт на медведей заказан первый. Архимаг почти четвертый. В то время как Варден там уже, наверное, к пятому двигается. Шахта, по-моему, не добывает. Нет, добывает шахта. Но Варден начинает разбираться с футменами. Ставится еще одна фабрика. Которую уже нечем убивать. Потому что сейчас футмены все лягут. Архимаг просто смотрит на это. Вышку не загрейдит. Тинкер получает левел ап. Безвыходная ситуация у Хумана. Факту не отменить. Все футмены погибли. Теперь начинают погибать рабочие. Понимаю, что теряет шахту. И вот он, смотрите, в фоге. Вот она искренняя радость. Ну, по-моему, совершенно очевидно, что для фоги эта победа была нужна. Больше, чем для ТАЖ. Вот как-то так.